В чёрной-чёрной комнате сидела чёрная-чёрная девочка, смотрела в чёрное-чёрное отражение и плакала горькими слезами. Тренды на чёрные селфи не утихают. В Инстаграме активно рекламируется нашумевшая маска-плёнка от чёрных точек. Конечно, во всяке можно купить подобную за символическую цену, но блогеры уверяют нас в том, что именно это лучшее из лучших. Проверим! Обещания заманчивые. Маска глубоко очищает поры, сужает их, делает кожу гладкой, не вызывает раздражений и подходит абсолютно всем. Но опытный косметолог смотрит на блэк-маск с опаской. Состав не внушает доверия. В составе большое содержание растворителей и алкоголь на втором месте. Безусловно, мы же понимаем с вами, что если растворитель и алкоголь будет длительное количество лежать на коже, он будет вредно сказываться на её сосудах. На содержимом, в целом, на эпидермальном барьере, то есть на защитном барьере нашей кожи. То, что маска небезопасна, мы уже поняли. А что насчёт результата? Юлия, с чёрными точками она справится? Я уверена почти на 100%, что нет, но всё-таки, думаю, можно попробовать. Действуем строго по инструкции. Очищаем и распариваем кожу. А после наносим маску толстым слоем. И здесь звучат первые комплименты от косметолога. Маска наносится достаточно просто. Очень хорошо, удобно распределяется по лицу. Но при этом цвет ярко-чёрного угля, насыщенный угольный цвет. Осталось подождать 30 минут и узнать, найдутся ли у маски другие плюсы. В чёрной-чёрной комнате сидела чёрная-чёрная девочка. Смотрела в чёрное-чёрное отражение и плакала горькими слезами. Потому что маска прилипла намертво. И я чувствую, что отрывать её будет очень больно. На застывшем слое маски содержимого пор не видно. Зато здесь бесчисленное количество мелких волосков с лица. Да, похоже, эта маска – главный конкурент шугарингу. Будьте осторожны, не наносите её на брови. Да. Но чего не сделаешь ради результата. Кстати, заметит ли он? По-моему, данная маска не справилась со своей задачей и не достала содержимое пор. Она сняла эпидермальный защитный барьер и даже заставила кожу быть сухой. То есть после этой маски нам нужна ещё одна маска увлажняющая? Увлажняющая, верно. Но насчёт одного производитель не соврал. Маска действительно проникает глубоко в кожу. Чёрные куски остались на носу даже после снятия и забили поры. Данная маска, учитывая свою консистенцию, может забивать нам ещё больше поры. А то, что она снимает защитный слой, свидетельствует для нас опасностью перед пылью и грязью из внешней среды. Всё это может быть чревато наличием высыпаний, комедонов и прыщей. Но не спешим расстраиваться. У бьюти-блогеров можно найти десяток рецептов эффективных чёрных масок с использованием активированного угля, клея ПВА и желатина. Может, попробуем? Давайте же такие продукты, как клей ПВА, активированный уголь, желатин будем всё-таки использовать по назначению, а не в приготовлении самостоятельной маски для лица. И пусть о качестве вашей кожи заботится профессиональный бренд проверенного качества и его продукты в виде маски. Да, друзья, вы знаете, что я сейчас скажу. Не верьте всему тому, что видите в интернете. Лучше присылайте ссылки на интересные товары в нашу группу во ВКонтакте, потому что мы не доверяем, мы проверяем.